Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei и это 65-й урок. В этом уроке я хочу вам показать бесплатное, очень качественное и полезное расширение для Joomla по борьбе с опечатками. Что это такое и с чем это едят, подробно сейчас в этом видео. Сейчас я нахожусь на демо-сайте, на локальном хостинге, то есть на своем компьютере, и у меня открыт демо-сайт. Здесь я повесил какой-то текст и вот как принцип вообще, как работает этот метод борьбы с опечаткой. Пользователи вашего сайта ходят по сайту, например, могут в вашем тексте увидеть где-то опечатку или ошибку, и они вам могут очень легко о ней сообщить. Достаточно просто выделить фрагмент мышкой на сайте, именно те слова или ту букву, где есть ошибка, и сообщить об этом администратору сайта. Уведомление будет приходить на электронный ящик администратора. Внизу вот здесь вот видно текст, он автоматически будет подставляться под каждой статьей, если это нужно, или же можно в настройках компонента отключить вывод такой строчки и где-нибудь в футере, внизу в подвале, разместить там в модуле HTML, например, такой вот текст, примерно такого же содержания. Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl-Enter, сочетание клавиш, или можно просто выделить мышкой. То есть, смотрите, вот, например, я беру любое слово, выделяю, отпускаю, и тут же появляется, вы видите, здесь такое сообщение. Сообщить об ошибке. Если я кликаю на это сообщение, то всплывает вот такое окно, где подсвечивается красным, там, где есть ошибка. Также человек может сразу нажать отправить, или написать какой-то комментарий. Давайте попробуем без комментариев отправить, потом появляется вот такое окошечко. Спасибо, мы постараемся исправить ошибку как можно скорее. Оно автоматически закрывается, или можно крестиком закрыть данное окно. То есть, очень удобно. И также в данный момент вот здесь подсвечивается данный текст красным. Уведомления на email мы сейчас проверить не сможем, так как на локальном хостинге находимся, и письма не дойдут. Когда у вас будет этот компонент установлен на сайте, а сайт будет находиться в интернете, тогда письма должны приходить. Также можно защитить вот эту форму, чтобы здесь была капча. Но вдруг кто-то будет злоупотреблять этой формой и постоянно вам отправлять сюда какой-то спам. Как работать именно с капчей, как вообще подключить ключи, секретный ключ, об этом у меня есть урок. Зайдете на мой канал. 23-й вот урок, специально я вам здесь показываю. Ставим защитный код капча. Это если вы хотите посмотреть урок именно, как настроить саму капчу. Защитный код. Итак, переходим в админку. Я не буду вам показывать, как устанавливается данное расширение. Уже много раз это было. Устанавливается оно обычное, да, через файл пакета. То есть, расширение, менеджер расширения. С компьютера выбираете файл. И загрузить и установить. Расширение вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. После того, как вы установили расширение, оно появится вот здесь, компоненты. И вот оно. Кликаем сюда. Оно на русском языке. У вас здесь вот так вот ничего не будет изначально. То есть, вот здесь вот будет список всех ошибок. Люди, которые отмечают, да, вот эти ошибки на вашем сайте или опечатки, они будут здесь все копиться. Вы потом сможете здесь их удалять. Значит, есть ссылка, информация об этом компоненте и так далее. И мы переходим вот здесь вот справа, в верхнем углу, кнопка настройки. В принципе, здесь немного настройок. Все здесь по-русски. Я вам лишь подскажу, как удобнее и симпатичнее все будет смотреться, как я это вижу. То есть, вы просто наводите мышку на каждый пункт и читаете подсказки, если вы не понимаете, о чем здесь речь. То есть, смотрите, подсветка ошибок. Оставляем вот здесь, да. Выставляем. То есть, подсветка красным цветом. Ну, я считаю, это полезно. Подсказка. Это вот эта вот строчка внизу. Вот если подскажешь статьей, автоматически нужен вывод вот этой строки под статьей, да, то вы оставляете показать. Если не надо, скрываете. Уведомление. Можно отправить уведомление именно редактору статьи. То есть, выставляете да. Вот здесь нажимаете на синий такой квадратик. И выбираете, если у вас есть какие-то еще редакторы на сайте, да, пишут. Ну, или просто можете выбрать себя. Я не знаю, только будет приходить уведомление на email к вам, если здесь ничего не выбрать как администратор. Здесь надо смотреть. Просто я сейчас на локальном хостинге, поэтому я не могу протестировать. Смотрите, обработчик. У вас, наверное, будет стоять вот так клавиатура Ctrl-Enter. Лучше поставить оба. Или тут на ваше усмотрение. То есть, просто мышкой выделяете, и тут же появляется сообщение всплывающее, да, отправить эту ошибку. То есть, здесь уже смотрите. Вот сейчас у меня стоит оба. Смотрите, я выделяю, и вот оно сообщение видно, да. Вот, или выделяете, и Ctrl-Enter также выскакивает это окно. То есть, здесь уже смотрите, как вам лучше, чтобы это было. Я выбрал оба. Переходим на следующую вкладку. Форма. Комментарий. То есть, чтобы не просто отправлять ошибку, да, а еще добавить какой-то комментарий, чтобы человек мог. Лучше оставить показать. Загружать форму динамически. Поставьте здесь «Да», чтобы окно всплывало сразу с системой AJAX без перезагрузки страницы. Ну, и капча. Смотрите, здесь у вас ничего не будет. Давайте на этом уровне пока сохраним и закроем. Это вы просто переходите в расширение менеджер плагинов. Находите здесь вот этот вот рекапча. Заходите, включаете его. Убираете вот здесь версия 2.0. А вот здесь вот публичный ключ и приватный ключ вы смотрите урок. Который я вам уже посоветовал. Я просто здесь наобум набрал цифры, чтобы просто вам показать, где будет капча отображаться. Здесь «Сохранить-закрыть». Переходим обратно в наш компонент. Переходим в «Настройки». На вторую вкладку. И вот здесь уже в списке «Защита от спама» у вас будет вот такое слово «Капча». Выбираете ее здесь. Сохранить. Обновляем страницу. Пробуем отправить ошибку. И вот здесь ниже у вас появится вот такая вот капча. И кнопочка «Отправить» здесь у нас от Bootstrap. Красивая кнопочка. Дальше переходим в «Расширенные». Смотрите, максимальная длина текста ошибки. Ну, вот здесь подсказки читайте. И, в принципе, я здесь ничего не меняю. «Отключить» КСС. Ну, здесь можете прочитать. Стоит в положении «Нет». То есть нам рекомендуют, если мы какие-то свои стили внесли в шаблон, то рекомендуется здесь включить эту кнопку. И есть еще у нас кнопка «Права». Вот и все, в принципе, настройки данного расширения. Давайте поставим просто клавишу, например, «Контрол-энтер». Сохранить. Обновляемся. Вот я мышку выделяю, и у нас ничего не всплывает. Пока я не нажму «Контрол-энтер». Вот таким вот образом. Здесь тоже красное подсвечивается. Очень качественное расширение. Большинство подойдет сайтам, которые много пишут. И вообще, мне кажется, любому порталу данная фишка будет полезной. Надеюсь, урок вам понравился. Надеюсь, для вас он был полезным. На этом здесь все. И увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый веб-мастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном – это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Федор Васильев. Федор Васильев. Федор Васильев. Продолжение следует...